Мальчики живут отдельно, девочки отдельно, а уже травка растет рядом. Ну, пойдем туда и рады. И поняли, что наша жизнь стала намного спокойнее, да? Мы счастливы. У нас нет никакого здесь страха. Чего хорошего в этом? Ты платишь за квадратные метры, которые ты никогда не будешь... И я слышала соседей очень хорошо. Живем в Шеглова зачем-то. В человеке должно быть все прекрасно. Форма, кокарда. Для меня огромным стрессом и страхом был переход на семейную форму обучения. Здравствуйте, дети. Я любила ее на ночь разглядывать. Денег нет. Мы ощутили все прелести загородной жизни. Корея, Всеволожская, Щеглова. Легкие наполняются воздухом, и вас просто вечером начинают вырубать. Вот. А третий день я поняла, что я не хочу никуда уезжать. Привет, Андрей Жвет. Слушай, я даже не слышу, что он звонит. Хорошая звукоизоляция. Привет. Заходи, ждем тебя. Еще раз добрый день. Вот, Ангелина, расскажи, почему именно выбрали этот комплекс, почему не взяли что-то другое? Можно же было взять что-то дешевле, больше по площади. Почему он именно здесь? Ну, мы долго искали место жительства. Ну, полгода, в принципе, мы потратили на то, чтобы понять вообще, что такое Всеволожск, потому что мы никогда здесь раньше не были. Ну, я лично вообще приехала впервые только на просмотр первой квартиры и не понимала вообще, что, оказывается, Всеволожск так рядом находится с Санкт-Петербургом. Один с километров. Да, то есть я почему-то считала, что Всеволожск и Дорога жизни, это где-то там, вот, на Мурманской шоссе, где-то далеко. И когда мы приехали, во-первых, мне сразу же понравился ландшафт, понравился очень сильно вот эти горки. Петер, да, он же вообще, в принципе, веселый. Да, да, и я такая, мы въезжаем, мы тогда первый раз приехали в Рутынию, я едем, и я, мама, как здесь красиво, хотя была слякоть такая, декабрь, снега не было, все грязное. Я, ой, как здесь красиво. То есть мы влюбились во Всеволожск с первого взгляда, это факт. И потом стали искать реально жилье, понимая, что мы хотим связать свою жизнь уже с этим городом и с этим местом. И сначала, конечно, мы не выбрали этот комплекс. С чего начинали? Начали мы все-таки с того места, которое максимально близко было расположено к нашей школе, где ребенок стал учиться. Так, сейчас, подожди, получается, Всеволожск вы начали рассматривать только потому, что ребенок поступил в школу. Совершенно верно. Какую школу? Все из-за ребенка, он даже никуда еще не поступил. Мы просто приехали, посмотрели на ту школу, какая бывает школа вообще совершенно иного формата. То есть ты, как мама, решила, чтобы ребенок вырос нормальным человеком и поэтому решила взять альтернативное образование? Я, как мама, в какой-то момент очень сильно испугалась. Поняла, что мой сын катится куда-то не туда, как колобок. И попыталась этот процесс остановить. В общем, нужно было что-то резкое кардинально поменять. Да, что-то резкое кардинально нужно было поменять, выдернуть его из госшколы и окунуть вообще абсолютно в другой мир. Вот бабушка хочет сдавать. Совершенно случайно, это даже смешно, у косметички, вдруг мы узнаем, как всегда, заговорили о детях. Она говорит, а у нас во Всеволожской школа такая есть. Ну, есть и есть. Начальная школа, ну, а у нас уже 6 класс. Ну, мы, честно говоря, как, ну, по сути, коренные, ну, можно не коренные, просто петербуржцы, да, которые всю жизнь прожили в Санкт-Петербурге. Ну, зачем нам, что нам этот Всеволожск знать, не знаю, где он находится. Вот, ну, это на самом деле, я не вру, то есть я реально не знала, где находится Всеволожск. В этот район мы никогда не ездили. Ржевка для меня это было вообще где-то там, где-то далеко. Вот, и она говорит, да съездите, а вдруг переедете? Вот, как вот какая-то фраза такая была, в голову занесена. Ну, вы и поехали. И мы поехали, он был со второго раза. Первый раз не поехали, со второго раза, она нас два раза звала. Ну, съездите, там так хорошо, там так здорово. Вот мы вот как въехали туда, это было, получается, декабрь 19-го года, да, декабрь 19-го года. Мы впервые приехали, увидели Рутенью. То есть едете, заехали в Севоложск? Заехали, кстати, во Всеволожск, вот со стороны нашей Румбаловской горы, да, получается, здесь проехали. Ничего тогда не понимали, рассматривали еще один комплекс. На комплекс Грюна-Лунд даже не смотрели. Объясню почему, потому что понимали, что нам просто его не потянуть финансово, да. И я его в интернете посмотрела, поняла, что круто. А, то есть посмотрели цены. Поняла, что круто, что мне все нравится, там приусадебные участки, все красиво, ландшафт. Но поняла, что вообще не наша история, потому что мы тогда не понимали еще все-таки. Приезжаем мы сюда полноценно, или это как дача будет рассматриваться, как приобретение дополнительного жилья? Просто у нас была одна квартира, муж умер, у него была одна квартира, такая однокомнатная. И мы за нее получили небольшие деньги. И вот на эти деньги нам надо было, мы не собирались продавать. Основное жилье в Санкт-Петербурге. Да, даже мы не знали вообще, как мы будем жить и вообще, что будет. Ну и, честно говоря, мы не были уверены, что и ребенок приживется в новой школе. И тоже боялись, какой-то отступной такой план себе рисовали. Думаем, если что, оставим эту квартиру в Щеглово, которую мы в итоге купили, как дачу. Потому что дачу мы тоже продали, у нас была дача. То есть, получается, вот эту однокомнатную вы продали, на эти деньги купили квартиру в Щеглово. Еще дачу, и купили квартиру в Щеглово. Да, купили двухкомнатную квартиру в Щеглово. Подумали, что мама с ребенком будут там жить. Дорутене 5 минут на машине, там будем такси вызывать или что, и я буду жить в городе и продолжать работать в городе. Ну, в общем-то, на третий день я поняла, что я не хочу никуда выезжать. То есть, Щеглово понравилось. И мы стали жить все вместе в Щеглово. Хорошо, Щеглово это совсем маленький городок. Это, по сути, поселок. Деревня, поселок. Просто мы нашли там новостройку, и поэтому более-менее у нас все устраивало. Это вот эти красивые зелененькие домики, да? Нет, не зелененькие, там бело-синий домик с фонтаном. Да, мы там купили. В принципе, все было в порядке. Но, конечно же, мы понимали, что и круг общения, и не погулять особо. И вообще, мы очень ограничены были там. У нас там, конечно, была площадь маленькая. То есть, было две комнаты, нам ребенок спал на кухне. Ну, и уроки делать, и мне работать. Почему это удобно на кухне? Проснулся, сразу поел. Ну, вот он примерно так все время делал, да? Зеленый далеко, а напротив наших окон был недострой. Такой просто стоял, все это разрушенное, да. И дети там бегали. Частный сектор, да. Слушайте, так это здорово. Выбежал, и прямо на стройке, может быть, это же вообще мечта любого парня. Нет, ну, а ему, собственно говоря, уже дергет. Ну, мы немножко по-другому парня воспитывали, да. Он, по сути, у нас сразу же жил все время почти в Рутении, находился там. И вот как-то жизнь его полностью перешла в формат школы. Мы его сначала отдали в лагерь. Поскольку это все-таки школа конюшня. А попробовать, да, вот это вот. То есть в летний лагерь его отдали? Да. Ну, да, получается, мы за полгода, возвращаясь, да, поскольку мы за полгода всю эту эпопею задумали, да, то есть в декабре мы увидели Рутению, увидели все в Лоск, поняли, что нам здесь нравится, в принципе, да, и мы хотим пробовать что-то, начать как-то жизнь свою устроить здесь. И, получается, это был декабрь. Потом в марте мы его отправили в лагерь. Когда были каникулы, он учился еще в государственной школе в Санкт-Петербурге. Мы провели его в лагерь, он адаптировался, ему понравилось. Мне очень важно было, чтобы ему понравилось, потому что я тоже не понимала, как у него с лошадьми будет, с животными, вообще аллергия, там, и все остальные моменты. Очень ему все понравилось. Летом он уже все лето там прожил. То есть пока было лето, мы уже как раз... Сказал, мама, все, до свидания, я где-то останусь здесь. Да, вот, в принципе, весной мы уже поняли, что все, мы покупаем Щеглова, потому что все нормально, все хорошо. Стали все это планировать, ремонт делать. А Щеглова почему? Потому что вы как раз под эту сумму подыскивали, что вы можете купить. Под сумму подошло, да. И что поближе к школе. 5 минут до Рутынии, да. Отсюда-то нам уже 15 минут ехать, но тут уже совершенно другой калинкор, да. То есть уже время не так важно. А тогда это было здорово. Хорошо, все, вот у вас, значит, ребенок ходит в Рутынии, учится, ему все нравится, лошадки, зайчики, свинки. Значит, вы живете в Щеглова и понимаете, что в Питер вы не хотите уже возвращаться. Вообще, да. Хорошо, как только переехали в Щеглова, было такое ощущение, что легкие наполняются воздухом, и вас просто вечером начинают вырубать. Вот, почему я на третий день поняла, что я не хочу ехать в город. Я там так начала спать, крепко, спокойно, еще там очень тихо, да, даже тише, по сути, чем даже здесь у нас, поскольку все-таки у нас окна выходят на дорогу жизни. У нас, нам это нравится, сейчас нам это очень нравится. А тогда в Щеглово там просто была, ну, просто тишина. Там мертвая тишина. Мертвая такая тишина, да. Мы на собаке, честном секре. И, конечно, я просто там стала спать, как младенец. И кардинальное изменение. И когда я приезжала в город по работе... Когда приезжала, чувствовала, что не хватает воздуха? Воздуха, я не могла заснуть, все время шумы. Хотя у нас была квартира на 16-17 этажах, то есть высоко. Ну, это прилично, да. И все равно мне казалось, что я слышу каждый голос во дворе. И я понимала, что это совершенно все по-другому. Ну, конечно, после тишины, когда ты попадаешь в муравейник, то совсем... Причем я больше скажу, Андрей, что я настолько всегда была противником, мама не даст соврать, загорода вообще, и природы, и всего. Пока не купили, не попали, не почувствовали. Вообще на дачу не хотела никогда ездить. Ребенок, конечно же, летом был на даче. Ну, потому что надо, да. Заставляли копать? Нет, мы ничего не копаем. У нас был газон всегда, мы играли в ментон и загорали. Но суть не в этом. У меня по состоянию здоровья мне было не очень комфортно. Всегда на воздухе, на свежем, там всякие травы, аллергии и так далее. И я не любила. И у меня было полное отторжение. Я не хотела ездить на дачу. Ездила только ради Мирона. А когда мы переехали сюда, я поняла, что не хочу отсюда уезжать. То есть я уже не хочу никакого города вообще видеть. И так сложилось, что у меня еще и работа перевернулась. В плане того, что я... Даже об этом попозже. Нет, я к тому, что я стала из дома работать в тот момент. То есть мне не надо было ездить. Как раз вот коронавирус пришел. Ну, еще даже до коронавируса, за полгода я осталась уже работать дома. Ездила в город там один-два раза в неделю. И это все происходило вот с таким состоянием, что я не хочу туда ехать. И каждый раз я выезжала из него скорее всего, аж с Кщеглова. Вот. Ну, прям реально были такие мои эмоции. И, конечно, когда рутения, вот это там малоэтажное строительство и так далее. То есть мы ощутили все прелести загородной жизни, от которых открещивались всю свою, ну, по крайней мере, всю мою жизнь. Я открещивалась реально от этого всего. И сейчас я не то, что не жалею, я счастлива, что так все сложилось. И жизнь перевернулась. И мы можем жить на природе, на свежем воздухе. Нет, ну это же классно. Ты выходишь, ты в принципе чужого человека видно вообще сразу. Ты знаешь всех соседей. Ну, не пои меня в лицо точно. 48 человек в доме. 48 квартир. Это тебе там не по 10-20 тысяч. Дома там километровые. Такого нет. Конечно, здесь... Ну и дружная компания. Мы вон все сразу перезнакомились. И, в принципе, я... Я, кстати, заметил, чем дороже недвижимость, тем у людей совсем другие проблемы. У них, в принципе, нет проблем. Никто не хает ни застройщика, ни управляющего. Все люди... Расположены, да. Живут полноценной жизнью. И радуются жизни, да. Выходишь из машины вечером с работы, уставший, полдесят. Вылезаешь, а тебе... Добрый вечер. С окна, да? Нет, не с окна, а с площадки с собаками. Добрый вечер, соседи. Ну, вот как это? И собака на тебя там уже соседская лезет. То есть, ну, это приятно. Это, ну, это прям радует. Это как-то греет душу. И всегда... Хорошо, смотри, значит, получается, ребенок ходит в Рутине, учится, все нравится, живете в Щеглово. Понимаю, что задумались о том, что нужно продать в Питере просто квартиру. Понимаю, что зачем мы вообще оставили квартиру в Питере? Ну, а, нет, подожди, я... Значит, тут уже грянул коронавирус, да, мы живем там. Ну, мы живем нормально, потому что, в принципе, в Рутине никакого коронавируса не было. Ну, поскольку это было сельскохозяйственное назначение, да, у объекта, он был не закрыт, так или иначе. Они могли там закрываться внутри своего собственного общества, сидеть там закрытые, да. И дети у нас, по сути, там учились. То есть, они жили с учителями, они в связи с этим периодом, первые два месяца, самые жесткие, да, они просто там были локализированы и на безопасном расстоянии от всех закрыты. А потом, поскольку... Ухаживали за животными. А поскольку Мирон был там, ну, Ангелина тоже туда-сюда, а я, значит, понимаю, что мне как-то некомфортно в Чеглово. Прогулки, они свелись на нет, потому что, ну, я не хотела там ходить, мне неприятно было. Магазин только и все. Ну, кстати, да, я вот так сейчас думаю, где там вот эти развалины оставшиеся, и там принципы. Ну, между домов, вот я выходила к зеленым домам и по полю туда, вот до Чеглово и обратно. В общем, про променадок, об Грюни-Лун, то нет. Нет, нет, ничего подобного. Это чисто для того, чтобы выйти, походить и подышать. Воздухом подышать. Вот. И тут я, значит, вот это... А у нас, как у нас эта книжка? У Маши мы, что ли, вот эту книжку... Да, вот рекламная книжка Банава, она у нас до сих пор лежит. Я любила ее на ночь разглядывать. Мечтать. Да, и тут я ее разглядывала, разглядывала. Так, подождите, Маша, которую вам взяла, и так подарила книжку рекламную Банавы. Нет, она не подарила, я расскажу. Она же в тот момент как раз... Нет, она в тот момент как раз приобрела тоже квартиру здесь, да? Она же раньше нас приобрела. И уже начинала стройку. И мы в Рутении встречались, поскольку... А вы с ней, получается, уже давно дружите. Познакомились в Рутении. А, в Рутении. В Рутении познакомились. У нее тоже дети ходят в Рутению. И она там вот за столом прям сидела и рисовала себе проекты, как она будет, поскольку она занимается дизайном, как она будет все там стены переносить и все делать у себя в Банаве. И, конечно же, мы не могли вот это все смотреть и понимали, что мы видели в интернете этот прекрасный комплекс. И нам нравится, но денег нет. И вообще ей так хочется, было бы здорово там жить. Потом мы к Маше стали, ну, заезжать уже там смотреть, да? Так или иначе. А потом мы вдруг... А потом просто взяли вещи и приехали к Маше и сказали, Маше, все, мы живем с тобой. Теперь, может, мы живем у тебя. Нет, я просто вот это вот все вопрос изучала, смотрела, смотрела. А потом-то, когда уже вот этот коронавирус был, я говорю, Лина, а зачем вообще у нас квартира там пропадает? Мы живем стесненно. Но мы переживали, о чем мы переживали? Прописка. Почему-то думали, что прописка в Санкт-Петербурге, она нужна, не знаю зачем. И вообще, как это так меть прописку, вот она есть и есть. Я вообще считаю, прописка это пережиток советской власти. Ну вот да, привычки такие, да. У нас должна быть прописка, Россия, все. Это по сути, это по сути то же самое, что и касается школы. То есть для меня огромным стрессом и страхом был переход на семейную форму обучения. Потому что я не понимала, что это такое. Мне казалось, что все, у меня ребенок выпадает из пространства. Раньше я думала, что на семейном обучении находятся только детки больные, которые не могут посещать школу, у которых какие-то проблемы в семье, спортсмены или они разъездной характер жизни и так далее. У меня даже мысли не было, что вообще семейная форма обучения это абсолютно нормальная форма обучения, которая дает возможность ребенку совершенно по-другому проводить детство, да, и жить вообще, и быть счастливым. Но суть не в этом, а в том, что это все пережитки, да. Такие пережитки, которые очень сложно, пока ты не разберешься, очень сложно их сломить. И даже сейчас, когда мы вот общаемся с новыми учениками в Рутене, мне приходится каждого, по сути, родителя индивидуально ему объяснять, разговаривать о том, что не бойтесь, не переживайте, в этом ничего страшного нет. Я вот сама через это прошла. Используя как раз свой упор. Да, 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 то есть я всегда все через призму себя рассказываю, потому что у меня были очень большие страхи. Я человек дисциплинированный, как положено, все по полочкам, чтобы вот если там нарушение, чтобы никаких не было. Я вижу, в человеке должно быть все прекрасно. Форма, кокарда. Вот, то есть я очень за это все боялась. Это у меня первый раз такие, извиняюсь, съемки, где человек реально сидит в военной форме, все, в час ровно должен позвонить в дверь. В час это ты, да, как человек воспитанный, да, позвонил ровно. Нет, а мы к этому не должны быть готовы, да. Ну, вернемся, да, вернемся к тому, что, да, мы поняли, уже это получилось, был июнь, вот, когда как раз с апреля грянул коронавирус, и в июне, в самую пандемию, я благополучно совершенно хорошо продала квартиру. Замечательные люди купили ее, да, двухуровневую квартиру. Да, да, в Санкт-Петербурге, на проспекте Славы. Вот, семья замечательная въехала, все отлично. И вот тут мы совершаем небольшую ошибку, это факт. Мы ее сейчас уже понимаем, что мы ее совершили, но сейчас, опять же, анализируя прошедшие годы, мы понимаем, что все, что не делается, все делается к лучшему, потому что тогда бы мы вот эту квартиру не могли купить в тот момент, да, то есть, скорее всего, ну, это наверняка бы не сошлось так. И мы почему-то решаем, что нам не надо продавать пока Щеглова, а надо в этом комплексе прекрасном, в котором мы так влюбились, благодаря там информации, да, Маше, рекламе и всему. Которую дети учатся там уже. Да, да, да. Мы покупаем однокомнатную квартиру в соседнем доме. А ты в каком соседнем доме? Вот корпус 2, корпус 3, перед нами, который стоит. На шестом этаже. На шестом этаже. На шестнадцатом. До сих пор, по сути, мы с мамой не можем ответить себе на вопрос, зачем мы ее купили. Мало того, что мы ее купили, мы ее всюду иголочки сделали. Мы ее вбухали. То есть, она была без отделки, мы ее полностью все обставили. Значит, получается, вы в Питере продали квартиру двухуровневую, и на эти деньги приобрели однокомнатную квартиру в Гринлуме в шестом этаже. Да. С большими окнами. Большими. У нас там были два бокуна и все. У вас в семье три человека, правильно? Да. Однокомнатная квартира. Мы думали, вот тогда, в тот момент, мы думали, что это у нас будет как дача. Вот у нас каша какая-то была в голове. Мы решили, что у нас Щеглова это Щеглова, а здесь будет как дача. Мы все будем приезжать по выходным, проводить здесь время, общаться с друзьями, гулять. Это все воздействие, я так понимаю, Маши. Воздействие Маши, воздействие Гринлум, потому что когда мы приехали смотреть квартиру, мы, конечно, просто влюбились. Но тогда мы побоялись совершить шаг сразу покупать здесь трехкомнатную. Нет, мы не думали об этом вообще. Во-первых, мы не думали, нет, ну я лично думала, и я думала как, что если мы сейчас купим здесь трехкомнатную, мы, по сути, потратим все деньги, которые мы выручили с квартирой в Питере. А вдруг не зайдет, да? А вдруг, да, что-то не сложится. А потом попробую ее продать. Страхи, да, это, видимо, какие-то последствия коронавирусных страхов. Я знаю. Но суть в том, что да, мы купили квартиру, и в итоге, если вот уже все это завершать, то есть да, мы ее все отремонтировали, сделали кухню, купили, мебель купили, и все вообще полностью вложили, вложили, вот. И в итоге мы продали уже, чтобы купить эту квартиру, мы продали уже обе квартиры, щеглого и однокомнатного. И уже... Ты не договорила, мы когда мы ее купили, уже обставили, и один-два раза там переночевали, то мы поняли, что она абсолютно... То есть нам нужно, так же, как на дачу, собирать все вещи оттуда, везти, жить там неудобно, потому что, ну, там мы две кровати поставили в спальне, жить нам это неудобно, и, в общем, поняли, что... Думали, ну, на будущее Мирону как бы квартиру. Да, думали, что... А потом, ну, а почему Мирону квартира здесь, а мы... Живем в Щеглово зачем-то до сих пор. Ну, мы в тот момент параллельно, опять же, несмотря на то, что мы долго здесь не жили, в однокомнатной квартире, но мы-то погулять успели, да, мы ощутить-то все прелести успели. То есть вы посмотрели вот это, а потом начали сопоставлять с другими комплексами, что вы видели? Да, и начали, а приехали в Щеглово. И весы на какую сторону? Зашли и думаем, а что мы вообще делаем? Здесь до сих пор. Что вообще, зачем мы это все придумали? И как-то мы все усложнили. И, в принципе, я считаю, что мы очень быстро, очень быстро и легко продали две квартиры. Рынок сейчас подвижный, и нам прямо, ну, я считаю, повезло. Конечно, по деньгам мы немножко потеряли. Это наша вина, но мы ее осознаем. Ну, потому что вложили, конечно же, больше в ремонт и в мебель и прочее, да. Вот. Ну, а продавали... То есть получается, что, учитывая ваш опыт, вот смысла нет большое количество денег и ресурсов вкладывать в квартиру, потому что ее можно в любом случае рано или поздно продать. Да, и ты не окупишь никогда этих расходов на ремонт, на мебель. То, что это как бесплатное приложение. Да. То есть вот из серии мы, когда продавали Щеглова, нам семья, опять же, которая купила, говорила о том, что, да, вы все оставляете нам все. А все оставляете, это мебель, купленная год назад. Она хорошая, она новая. Она, по сути, они могут ее продать, да, за там кухня полмиллиона стоит и так далее. И я эти деньги никак не могла приплюсовать к цене квартиры. Это только просто дар. Вот мое желание подарить людям. Ну, либо ты даришь, либо ты это все забираешь. Забираешь, да. А кухню из этой квартиры ее уже, в принципе, не... Они уже ничего не подходило. Она еще вообще никак не могла. То есть, и мы вот, конечно, да, в этом плане мы совершили излишние манипуляции. Ну, и плюс там даже еще на налогах получается, что нам пришло, придется налог платить, потому что три года не прошло с момента собственности. Да, да, да. То есть мы сделали себе немножко хуже. Но, опять же, тут есть какой-то дополнительный промысел, да, потому что изначально мы выбрали себе не эту квартиру, в которой мы сейчас живем, в которую ты пришел. Так, хорошо. Изначально у нас была выбрана другая квартира в том самом доме, где у нас была однушка. Ну, нам предложили ее. Ну, нам ее предложили, она была... С ремонтом. Да, да, я расскажу сейчас. Она была уже готовая. Она была вот как здесь, пол лежал, стены. То есть вы пришли к застройщику, выбрали уже готовую квартиру полностью с ремонтом. Потому что мы сказали, третий ремонт, мы уже не осилили. То есть вам нужно было только завести мебель? Самое смешное, что нам нужно было даже не то, что завести, а перетащить с этажа на этаж. То есть мы... Однушка была на шестом этаже, а это на пятом. Из однушки мебели спустите вниз. Да, такая же квартира, как эта, только вид во двор. На пятом этаже в соседнем доме. И, в принципе, у нас было полгода. Мы по программе Trade-In это делали. Очень, кстати, удобная программа. Мы по ней, получается, дважды купили здесь квартиру. И однокомнатную, и эту. То есть это очень удобно. На полгода они дают тебе возможность продать твои другие виды имущества. И таким образом погасить платеж. Квартира просто стояла, она ждала. Она была полностью готова. В однушке, которая была по диагонали над ней, которая продавалась у нас в тот момент, мы не жили, мы ее продавали уже, все было готово. И в какой-то момент мне просто праздался звонок из диспетчерской, что приезжайте скорее, ваша соседка затапливается. Ну, у меня уже картина вся в голове. Там все, что все плавает, что вся наша квартира, которую мы должны сейчас продать, что она уже вся в воде. И что вообще происходит. И вроде только свежий ремонт, и хорошие строители. Ну и вообще, то есть ничего не должно было предвещать проблем. Я приезжаю в квартиру нашу однокомнатную, и понимаешь, у нас все сухо. У нас все сухо, я бегу к соседке снизу у нее, как раз однокомнатная квартира подо мной, и у нее течет с потолка просто. Вот капает отовсюду там ванной, в комнате уже лужа такая на потолке. Ну, я говорю, пойдемте ко мне, у меня все сухо, посмотрите сами, что я вас не затапливаю никак. Ну, конечно же, опыта нет, опять же, да, такого печального. Нет, ну обычно же как-то в свою квартиру посмотрел. И не понимаешь, откуда может вода течь. Ну, поскольку это была, что это была, зима, да, или там что такая, осень. Ну, в общем-то, это была погода слякотная, и мы подумали, что может перекрыть их, откуда эта вода течет, натекло там, конденсат и так далее. Мыслей было много разных. Все перекрывали, ничего не прекращается. У него как капает, так и капает. И потом у меня, как уже выстрел в голову, раздается мысль о том, что надо срочно открыть мою квартиру рядом, которая находится на пятом этаже, рядом с квартирой соседки, у которой протечка. И просто понять, что там происходит. Эта же квартира меня ждет. А еще оставалось, по-моему, сколько, два месяца, по-моему, или два, да, три месяца оставалось. А вам ключи уже выдали? Нет. Это пять месяцев, ой, шесть месяцев, когда мы продаем свои квартиры. Она просто стоит и ждет нас. Просто стоит и ждет. Она никто и не может забронировать другой, никто и не может воспользоваться. То есть вы бежите к застройщику и говорите, давайте откроем нашу квартиру. Я бегу к застройщику и говорю, ребята, у меня как, знаете, чуйка сработала. Открывайте квартиру, что происходит? Ну, в течение трех суток, к сожалению, только мне ее открыли, не буду скрывать. Хотя очень уважаю Ванаву, но были нюансы. Долго шли. Долго шли, выходные дни. Они, наверное, из офиса центрального шли пешком. Наверное, или ключи, да, потерялись. Там как растеряем, хватит. Да, что-то случилось с восстания. Шли пешком. Вот. Когда открыли квартиру, это было страшное зрелище. Все, потом... Здравствуйте. Что здесь? Что здесь? Матерь Божья. Сверху. Сияж. Я же звонила Андрею еще в воскресенье, сказала, «Обязательно зайдите в эту квартиру. Обязательно зайдите в эту квартиру. Да, да, да. Ну, да, да, да. Я все время уезжал и перекрывал воду. Ходить в кофе переговоры здесь. Потому что дом новый. Ну, то есть она вся в воде была. То есть тоже все везде текло. Там не то, что все везде текло. Там просто уже ламинат вздыбился. Там отошли... Плитка отошла в ванных, поскольку у нас здесь гипсокартонные конструкции. Все это пропиталось водой. То есть воды было столько, что вообще непонятно было, откуда ее столько взялось. Ну, не буду долго это все рассказывать и свое состояние описывать не буду, потому что у меня был просто шок. Я представляю. Ну, то есть мы... Все, мы вот... У нас выстроился весь план, как мы сейчас будем делать, как у нас все хорошо складывается, как все быстро идет. Ты ходишь и понимаешь, что... А тебе въезжать некуда. Все. То есть у тебя... У меня уже тогда здесь квартира была на сделке. Уже все было. А в Щеглово уже интересанты были конкретные. То есть все мы уже ждали, как говорится, притока денежных средств, чтобы вложить в Банаву и переехать как можно скорее. И вот такая вот история. Да, то есть мы в шоке. В итоге выяснилось, что нас застопил сосед сверху. Причем там тоже очень... Была как... Уровень сериала такого детективного. В общем, в итоге вина кого была застройщика? Нет, вина соседа. Соседа. Да, сосед пробурился. То есть это вина, это, кстати, тоже хороший опыт для новых наших будущих соседей. Обязательно, если вы берете... Дискоммуникации все в мановитном перекрытии. Обязательно, если вы берете квартиру с ремонтом, или даже просто с белой отделкой, забирайте в управляющей компании все чертежи. Как проходят трубы? Трубы здесь проходят нестандартно. Мы когда вот здесь делали буквально несколько карнизов, да, вешали, мы все перепроверяли уже 25 раз, потому что просто было страшно. Чтобы не просверлить трубу. Как проходит отопление? Как проходит... Он просто в туалете у себя повесил шкафчик. И продырявил трубу. Да, и продырявил трубу, и никому о суде об этом не сообщил. У него эта труба текла. Текла, унитаз постоянно смывался. И в итоге дотекла до того, что затопило нам всю квартиру. Дотекла до 5-го этажа. Две квартиры. И однокомнатную, и... Ну да, затопило уже даже две квартиры. Да, но слава богу, там 4-й и 3-й не пострадали. Но наша квартира полностью вышла из строя. И, конечно же, мы договорились, написав письмо в Банаву, о том, чтобы нам предлагали какой-то аналог. Что я сказала, я в затопленной квартире в любом случае жить не буду. Хотя они хотели нам ее. Мы сейчас... Ну ладно, давай, не будем. Мне вот это интересно, расскажите. Не, зачем ругаться? Нет, были нюансы. Так, хорошо, значит, вы за строчкой говорите, ребята, вот мы дали задаток, вот у нашей квартиры, она вся уже... Я сказала со своим юристом, она мне составила квалифицированное обращение, что мы имеем полное право отказаться от этого недвижимости, потому что она не соответствует заявленной, и описанию заявленному, и состоянию. И они нам предложили на выбор две, по-моему, квартиры в этом доме. И только они были с белой отделкой. Они сказали, что мы за два месяца вам сделаем ремонт и доведем до того же состояния, в каком мы собирались. В новую квартиру в другом доме. Да, новую квартиру в другом доме. Хорошо, а с этой, что, мне сказали, исправят или нет? Они предложили нам на выбор. Или мы выбираем ту затопленную, они ее ремонтируют. Сколько по времени, они сказали, будут ремонтировать? Они хитро сказали. Они сказали, что затопленную почему-то они отремонтируют за месяц, а эту за два. После чего я сказала, знаете, спасибо, конечно, но вот ваши сроки меня немножко пугают, и поэтому мне не нужна квартира в затопленном доме. Ну, это понятно, да, потому что чтобы вы выбрали все-таки ту квартиру, потому что месяц. Да, да, ну и какой месяц, она, в принципе, стояла, сушилась, наверное, месяца четыре. Сейчас, по-моему, она так... Еще так и не продана, я думаю, она. Ну, ладно, не будем раскрывать все карты. В общем, кому-то повезет. Кому-то повезет, да. Ну, вот надо быть, конечно, внимательными и... Внимательными к коммуникациям. К коммуникациям, и я скажу по-другому, к соседям. То есть вот то, что у нас сейчас, да, создана группа, и мы знаем, по сути, всех своих соседей, да, и можем с ними в любом-нибудь созвониться или хотя бы вписаться там в Телеграме, это огромный плюс. Потому что когда ты не понимаешь, кто над тобой живет и что он там делает, и как вообще это все происходит, ты контролировать не можешь. И, ну, сейчас... Потом я поняла, что даже если бы мне эту квартиру привели в полное идеальное состояние, с ней все было в порядке, я над этим человеком жить не хочу. Ой, под этим человеком жить не хочу. Потому что это просто опасно для жизни. Потому что он до последнего не понимал, что он сделал. Сегодня один шкафчик повесил картину, завтра второй. Да, 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 то есть а завтра он еще что-нибудь повесит, да. Да, но там еще с той квартирой был нюанс. Там были белые двери и ванна. Старая, ну, старая. Это то, что мы не хотели. Ни белых дверей, но потом посмотрели, решили, ну, ладно, ну, что делать. Ну, да, да, потом когда-нибудь сделаем ремонт. А тут нам предложили на выбор, пожалуйста. А тут, поскольку отделка была белая, мы могли выбрать вид отделки. И какую вы выбрали? И у них она как раз обновилась. Мы выбрали вот цветные эти двери, которые очень хотели. Выбрали душевую кабину, потому что нам не нужна ванна. Была у нас в двух других квартирах. И, соответственно, очень счастлива, потому что мы, по сути, сделали все то, что мы хотели изначально. Ну, и, конечно же, дорога жизни, вот она настолько нас радует, она как-то дает силы нам. Что сюда выходит именно рак, но для меня это как некая картина, такая живая, вот я... Кстати, да, 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 то есть ты, получается, когда смотришь в окно, там какое-то есть движение, а не просто так, деревья там еще что-то. Да, 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 и вот деревья, и движение, и какое-то вечер. И, кстати, вечером очень хорошо, тихо. Мы боялись, что будет шумно от дороги. Нет. Нет, у нас все устраивает. Там же дальше доезжаешь до Ладоги, там же тупик туда, ну, кто дачники ездит, и все. А сезон заканчивается вообще никто. Ну, вот даже в воскресенье вечером, когда они возвращаются, уже в 10-11 все спокойно, и, по крайней мере, шума никакого нет. А потом, кстати, когда здесь пробка, да, они стоят, шума нет. Шум есть, когда вот оттуда, по пустой трассе туда мчится. Кто-то летит. Один пронесется. Один пронесется, это как-то смешно. Мы все-таки городские жители, мы привыкли к тому, что шум возможен. Ты все равно понимаешь, что здесь, да, за этой дорогой, там поле, леса, и все это, так сказать, все равно это мы этим дышим. Да. Свежим водом. Да, главное, что там лес прекрасный, в котором мы ходили гулять в прошлом году, а вот в этом не успели даже. А что, где грибы, ягоды растут? Нет, ну, сам лес просто шикарный, и вот у озер там лес, и здесь вот тоже отличный лес. И, главное, дорожки проложены. То есть, куда-то... Хорошо, в этой квартире уже, значит, вы, получается, поменяли на другой дом, взяли аналогичную квартиру с другим видом, я понимаю, да? Там было вид во двор, а здесь на дорогу жизни, и она, застройщик, сделал полностью ремонт. Да. За сколько сделал ремонт? А цена входила, то есть у нас изначально... Нет, я по времени имею в виду. А, по времени два месяца. За два месяца сделали полностью ремонт. Даже они за 10 дней... Они немножко даже раньше. Ну, я, правда, это все пыталась ускорить письмами и звонками, ну, потому что нам уже очень... Нас уже были проданы обе квартиры, я уже все оплатила, и у меня все мои обязательства были выполнены, и, конечно, я хотела поскорее переехать, вот 20 мая, мы переехали. Значит, застройщик, он, получается, дал полный ремонт, значит, были стены, пол... Покраска стен, ламинат на полу, все блиндусы, санузлы. Светильники ставили уже сами? Все сами, да. То есть... Ну, они под чистовую сделаны, да, что лампочки высели... То есть там был вывод, лампочки... Да, 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 только вешаешь люстру уже. Нет, ну, вот эти в прихожей, да, вот, в выступе, они там все лампочки... В коридоре, да, светильники уже были. А, в венткорубе там уже стоят светильники. Да, да. И также в санузлах, да, там все хорошо. Все, вот, соответственно, сюда приобрели мебель, все обустроили, там, ковры повесили на стенах. Сколько здесь вы уже живете вот в этой полностью готовой квартире? Ну, получается, вот 20 мая мы переехали, наверное, еще недели-две мы вот доделывали все нюансы, да, кухню там... Ну, уже жили мы, потому что мы сразу переехали, как только вот получили ключи на следующий день. И вот, получается, с первых чисел июня... А Мирона оставили в Рутене жить. Мирон жил в Рутене. Да, благо Рутене располагает номерами, комфортными. То есть там ребенка отдал и забыл? Пансион, да. У них, возможно, такое обучение, как пансион. Ребенок живет там 5 дней в неделю, на выходные его родители забирают. И, в общем-то... Мирону вообще нравилось там? Или вам нравилось, что он там... Слушайте, дети только рады пожить... Одни. Одни, еще и в компании. Да, вот у меня сейчас с нового учебного года сразу же 10 учеников живет на пансионе. Они все там... У них команда. Они дружат, они кушают, они гуляют. И коз доят по вечерам, лошадей выводят на поле, все хорошо. Лошадей доят, коз на поле выводят. Да. Всех, да, всех везде выводят, да. Всех любят. Нет, хорошо. Это совершенно не наносфера. Хорошо. Вернемся к вашей квартире. Какие здесь есть нюансы? Вот, например, чтобы хотелось бы поделиться с теми, кто задумался приобрести здесь квартиру вот в этом комплексе? Ну вот нам, нас, конечно, впечатляет очень балкон. Балкон. Большой. Большой квартир. У нас был огромный балкон. А, то есть во всю длину. Здесь он два раза меньше. Мы, конечно, сначала повелись на этот большой балкон и очень хотели именно эту именно эту планировку, да, и она нам нравилась. Когда мы в итоге въехали туда, ну как въехали, да, обставили там все, мы поняли, что балкон абсолютно бесполезное пространство. То есть слишком большой. Мебель, которую мы купили, она как-то по углам все расползлась. И там хоть танцы танцуй, а делать там нечего, да. Ну, когда становится прохладнее, туда уже выходить особо не будет. Уже не выходишь, да. И потом, когда мы уже выбирали эту планировку, квартиру трехкомнатную, мы, конечно же, выбрали. То есть ты сейчас хочешь сказать о том, чтобы люди не велись на здоровенные совсем балконы, потому что мы же привыкли, у нас вот эти вышелы на советский балкон, а там места, в принципе, нет. Да, да, балкон шикарный. У них балконы все хорошие. Они очень имеют хорошую глубину. Это позволяет разместить, да, разместить всю мебель. Вот можно будет там потом снять наш балкон. Я считаю, что мы в него, по сути, извините, впихнули всю ту мебель, которая была у нас для большого балкона куплена. Она вся здесь совершенно прекрасно встала. И летом мы там проводили время. Но, безусловно, да, когда начинаются холода, мы, конечно, думаем сейчас над тем, чтобы повесить обокреватель, да, и зимой можно было использовать. Но я понимаю, что, может быть, это не нужно делать. Потому что такая блажь... Не отопишь его. Ну да, да. И смысл? Да, холодное стекление, одно стекло сверху нет, снизу нет. Но настолько тебе приятно смотреть, да, вот ты просто, вот у нас поскольку коридор, да, и ты проходишь и входишь, сразу же видишь, что зелень, и даже зимой там снег, да, то есть это очень как-то тебя радует. У нас, кстати, на той квартире, в однокомнатной, да, мы ставили именно на лоджию елку. Это было так красиво. И здесь мы, конечно, тоже все украсим, елку поставим. Ну здесь вообще принято, вот у соседей, да, у всех. Ну балкон украшают, да. У балкон украшают, да, очень красиво. У некоторых уже в Новый год. Сделают это летом, я не очень это понимаю. Но вот, по крайней мере, то, что касается зимы, это прям сказка. То есть ты гуляешь вечером по двору, и у всех там это разные огоньки. Светится, да, и какое-то ощущение праздника. Это прям приятно. Хорошо, какие-то проблемы есть, например, с водой? Там соседи постоянно слышны? Мы читаем, я читаю в группе соседской, что люди пишут, да, я почти ни с чем из этого не сталкиваюсь лично. То есть соседей мы вообще не видим и не слышим. Я ни разу не слышала никаких ни криков, ни собачьего лая, хотя у нас собаки живут с двух сторон. Ничего вообще звуков никаких. Мы даже порой переживаем, что когда у нас там какие-то наши итальянские разборки происходят домашние, то что мы-то, наверное, мешаем кому-то, но ни разу никаких жалоб, опять же, не было, поэтому, видимо, у нас не слышно. С шумоизоляцией все хорошо. Да, с шумоизоляцией вот у нас реально, и в той квартире, и в этой ни разу никаких проблем не было, и слышимость нулевая. Хотя в Санкт-Петербурге у нас были стены кирпичные, и я слышала соседей очень хорошо, хотя это был кирпич и толстые стены, еще старая вот эта вот 90-х годов постройка, но я слышала, как звонит телефон на кухню у соседки постоянно, и как соседи там в спальне о чем-то разговаривают. Лед, лед, у тебя телефон типа. Да, 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 то есть это была дикость какая-то, а здесь такого даже близко нет, просто ничего такого нет. Мы вообще живем, как будто бы даже не знаем, кто тут. Да, мы в одном отдельном пространстве, как будто заградный дом. То есть можно это назвать три в одном? Это дача, свой дом и квартира? Да, как заградный дом, да. То есть планировка все-таки банава, она настолько грамотная, но в частности вот мы в нашей планировке ничего не меняли вообще, от слова совсем. То есть нам все нравится, мы... Есть вот как у Маши квартиры, я считаю, что вот это самая крутая трешка, самая крутая планировка у них, на мой вкус. Мы тоже предлагали. И если брать вот чуть меньше, это вот ваше. Вот на мой вкус, например. Ну, у всех разные. Кто-то салоны хочет. Но Маши квартиры требуют очень больших переделов. До положений. То есть она изначально создана не для русского человека. С моей опять же, ну тут все субъективно, да? Там нет коридора, нет входа. Да, мы же привыкли, нам нужен дурацкий коридор. Мы привыкли, раздеться, повесить, положить, поставить. Нам нужны большие комнаты почему-то. Нет, нет, не большие комнаты. Нам нужно войти, и у нас же все-таки зима, да? И переодеться. А там негде. Там нужно обязательно выделять эту какую-то хоть зону. И потом там очень большой, там сколько-то, 40 метров. Этот холл, он настолько... Ну, то есть с нашей точки зрения, это потеря пространства такого. То есть ты платишь за квадратные метры, которые ты никогда не будешь использовать. Поэтому вы выбрали более оптимальную планировку для русского человека. Да, мы выбрали здесь все так сделано, да, что нас вот на 100% все устраивает. Вот под нас прям. Прям, да. И при этом хороший санузел большой, гостевой санузел маленький. То, что для нас было принципиальным, да? То есть поскольку мы жили в двухуровневой квартире, ну большую часть там наших последних лет. И мы привыкли, когда два санузла, когда все удобно. Это очень удобно. По крайней мере, два туалета. Да, два унитаза. Будем быть прямо. То есть когда в семье больше двух, ну три человека и более. Взрослых. Да, это важно. Как это не звучит неприлично, но это важно. Потому что ребенок может, да, там провести какое-то время. Тебе надо утром собираться, все в одно время выходим и так далее. Это неудобно. То есть два санузла, это реальный плюс и бонус. И у них, как я понимаю, по сути во всех двухкомнатных и трехкомнатных квартирах есть два санузла. И это здорово. Это большой плюс. Так, теперь я понимаю, вы здесь спокойно гуляете по комплексу. Да, у меня утренний променад. Туда вот я по времени там, значит, должна минут 30-45 пройтись. А дальше я хожу, ну если там здоровая и хорошая погода, то я хожу туда, через этот могу, через храм, туда, через лес. То есть мы уже выходим, выходим, на саму Румболовскую гору. Да, потом я в песчанку отпускаюсь туда. В песчанку 15 минут, то есть погулять. Мы летом гуляли часто. Могу сесть на автобус, доехать до центра, там магазинчик. Сколько на автобусе ехать отсюда? Ну, наверное, максимум 10 минут. А, до центра в Севолжском. Да, да, в Севолжский проспект. То есть это говорит о том, что если я целый день на работе, то у мамы нет ощущения, что она сидит в клетке, что она не может никуда выйти и как-то провести свой день. В Щеглово так было. Было, именно так, да. Там же вообще у этого дома смотан, там же дворовой территории, можно сказать, ее просто нет. Нет, она есть. Большая? Она есть за забором. Понимаете, ну ты ходишь, и что, ну как-то ходить по двору, ну можно вот мы с Ангелиной ходили вечером, летом, да, вот пройдемся. Это мы ходили от, извините, от безысходности, потому что больше было ходить негде. Подождите, ну здесь же тоже двор, здесь же тоже двор. Какой здесь двор, да, сколько? Ну его, кстати, да, его, наверное, двором тяжело нельзя назвать, да, территория. Огромная территория, которая расстраивается каждый день. Да, потому что здесь такие деревья, здесь горки, здесь такие дома, здесь эти участки приусадебные, а там вообще... Хорошо, все дома в шесть этажей, это плохо или хорошо? Это очень хорошо, очень хорошо. Чего хорошего в этом? Чего хорошего в том, что в шесть этажных домах? Знаете, мы пожили в высотных, да, но не в таких, да, 16 этажей. И там потом стали застраивать уже дальше высотными домами и понимаешь, что это какой-то... Народа, конечно, здесь будет тьма после сдачи всех этих объектов. О, смотрите, смотрите, друзья, смотрите. Видите, она вот так стоит, господи, ну почему такие кривые у людей руки? Ну что это, муравейник, это не, ну как сказать, неправильно. Некомфортно. Во-первых, там негде ставить машины, там все заставлено, там негде гулять, там, ну вообще там, ну я не знаю даже. Вот Ангелина, извиняюсь, а ты во сколько ты приезжаешь домой обычно в рабочие дни? Ну пока я приезжаю поздно, в районе ближе к девяти. К девяти вечера, а с парковкой что? Всегда нахожу место. Всегда есть место, то есть три круга сделала и нашла? Нет, какие три круга, с первого раза сюда паркую. Сразу приехала и встала. Нет, здесь вообще никогда в жизни я не испытывала проблем с парковкой. И надеюсь, что их и не будет, потому что здесь грамота распределено среди домов, распределение этих парковочных мест. То есть есть парковочные места и у входных групп, там, в таком, скажем, своем маленьком дворике, и большие площадки. Ну, по-моему, да, здесь прогуляться всегда в радость, даже если дойти там 10 шагов, 15-20. Ну, она вот ставит не всегда вечером, вот здесь против балкона уже занята, вот за перед площадкой. У нас нет никакого здесь страха и ощущения, что мы как-то не находимся в каком-то своем мире. Фронт назвать полностью безопасным. Безопасным, абсолютно точно, абсолютно. Это то, что территория, не как многие говорят, огражденная будет закрытая территория, а в итоге пока все не застроят, ничего и закрытого не будет. И здесь уже закрыто. Уже закрыто, конечно. Есть видеокамеры везде. Да, у меня работает приложение. Ребенок играет на футбол, футбол все и бегает. И можно посмотреть через телефон. Я всегда смотрю, где он на поле, он находится, или он какой-то ушел в магазин. И постоянно онлайн ты можешь проверить. Это, кстати, очень удобно. Да, согласен. И даже, кстати, вот быстро там отреагировали, когда камера немножко плохо показывала, тут же поменяли. И камера отлично работает. Здорово, это здорово. Это не то, что мы вот, знаете, там всего боимся, там, да, переживаем за все. Просто это комфорт. Когда тебе не надо думать, да, о том, что происходит, додумывать, да, и фантазировать. А все... Да, тем более подростки там, как обычно в городе, это, конечно, беда. В городе есть такие... А здесь он ушел, вот он летом, когда в Рутеню не ездил, отдыхал. Он здесь уйдет, там часа на четыре играет в футбол. Все, я знаю, что он на поле. И не переживаешь, да? Все, он на поле, если он не на поле, значит, он до магазина, за водой. Или на волоскопедах, вот там, куда-то. Кстати, магазин живут в соседнем доме. Да, в магазин это удобно, потому что... Как, кстати, вам реал здесь? Что-то не хватает в нем? Он не идеален, конечно, но с точки зрения шаговой доступности этого вполне достаточно. Мне, вот чего мне реально не хватает, из-за чего я расстроена, как житель Грёна Лун, что вот в новых домах не сделали. Я думала, там тоже будут магазины, да, какие-то. Потому что я считаю, что из-за коммерции нет. Вот, это вот с моей точки зрения не совсем правильно, потому что мне здесь не хватает аптеки и Сбербанка. Ну, то есть хотя бы просто банкомата. Потому что иногда вот надо быстро совершить какую-то операцию, деньги нужно положить или снять, и аптека. Ну, аптека должна быть. Вот, какая-то, опять же, минимальная аптека, получается, только с горки съезжать. Ну, уже в самом... Ну, уже туда. Да, во все в Лыжскую езжать. Ну, то есть вот этот момент, конечно, немножко... Это не шаговые уже доступны. Я немножко еще не доработан, но я надеюсь, что, может, они что-то еще придумают, потому что дома еще достраиваются, и комплекс разрастается. А когда уже комплекс весь будет выстроен, я считаю, что здесь можно быть часами просто гулять. Они везде... Что самое приятное, что они еще везде делают совершенно разный ландшафт, совершенно по-разному обустраивают площадки детские. Они не повторяются. У них каждый дворик – это свой мир. И ты гуляешь, тебе это просто, ну, глазам приятно. Ты получаешь эстетическое удовольствие от этого всего. Ну, я просто смотрю, вы влюблены в комплекс. Это огромная редкость, потому что всегда что-то не хватает. Мы счастливы, что наша жизнь так вот поменялась, и нас на сегодняшний счастливы... Вы не жалеете, что вы теперь не Петербург, а вы в Ленобласти живете? Мы счастливы. Ну, мы садимся на машину и... Доезжаем за полчаса. За полчаса в любой точке. Ну, в магазин какой-то. Кстати, дети здесь очень часто ездят на экскурсии. И за это время, что за два года, что он был... Сошел в школу. Да, он гораздо больше экскурсий. В школе там у нас почти не было. Что-то в первом классе пара экскурсий, а здесь они все время и в город ездят, и... Ну, культурный досуг и обеспечивают, поэтому нет никакого вакуума в том плане, что он живет во Всеволожске. Вот он не посещает Санкт-Петербург, культурную столицу. Ну, дома интернет же есть. Ну, интернетом мы не разрешаем пользоваться. Вообще у нас в Рутении гаджеты под запретом, поэтому... Нет, в Рутении, а дома? Ну, а дома у него... Единственное, что он чем пользуется, он может вечером какие-то ролики посмотреть, или по учебе, или про лошадей. И то это в телевизоре. Мы даже не стали здесь подключать телевизионный кабель, он нам не нужен, мы не смотрим телевизор. И телевизоры просто встают как картинка, или посмотреть что-то в Ютубе. Я иногда смотрю, там, сериалы нахожу, смотрю, там, какие-нибудь детективчики, вот. Но вот эти новости, это все уже. Мы как сюда переехали, мы вообще... Отключились от этого. Отключились от этого и поняли, что наша жизнь стала намного спокойнее, да, и интереснее. И даже вот этот коронавирус, который... Мы абсолютно как бы как будто бы... У нас сейчас столько других интересных забот, и не то что забот, да, интересных событий происходит в рамках комплекса, в рамках рутынии, и что у нас просто даже времени нет. То есть совершенно нет ни времени, ни желания. Рутынию можем показать? Сможем, конечно. Проведешь экскурсию? Конечно. Давай тогда мы вот это оставим, потом покажем экскурсию. Можем ли мы показать твою квартиру? Конечно. Давайте, покажешь? Обязательно. Так, я беру туда камеру. Наверное, надо начать с балкона, да, прекрасного? Нет, с обхода. С обхода. Давай, с обхода. С обхода. Так, давай с кухней, раз мы сразу уже здесь на кухне. Давай кухню. Ну, это Икея. Да, у нас вообще вся квартира, мы очень любим Икею, мы как это, рекламируем Икею всегда и везде, потому что нас все устраивает. Мебель нам служит. Мы на 25-летнюю мебель никогда себе не покупаем, мы покупаем ее вот пока она нравится, да, потому что можно лучше всегда купить еще другую мебель, чем держать вторую. Кстати, вот по планировке, вот это самая крутая, почему планировка, потому что мне нравится, что раз, два, три здоровенных стекла, пространство, воздух, да, свет и комфорт такой. Нам очень нравится. Конечно, сначала нас немножко смутила вот ниша, да, по объемам, потому что когда мы начали планировать, нам казалось, да, что мало, потому что это всего два метра, но в итоге мы вот разумно как-то подойдя к вопросу плиты и раковины, мы сейчас нежелением ни разу. Ну, кстати, вот здесь я, конечно, не хозяйка, хозяин, но я здесь отмечу, что у тебя очень круто у вас сделано. Во-первых, это вот эти ящики, они чуть-чуть углублены. Это очень удобно, когда ты открываешь, чтобы тебе в голову прямо не било. А потом вот это. Это супер, потому что мы берем на четыре комфорты, мы взяли на три, понимаешь, что они вообще не нужны. Две комфорты, вот больше не нужны. Ну, мы не испытываем никакие проблемы. У нас, кстати, у друзей, значит, они думали, что потом плиту поставим, купили себе индукционную, переносную плиту и сказали, что нам больше ничего не нужно, мы вообще ничего не хотим. Потому что очень удобно. Кстати, Маша сказала, да, когда мы этот вопрос обсуждали с ней тоже, она нам подсказала вот эту идею. Как дизайнер. Марина Красова дизайнер. Бесплатно подарила рекламу застройщика. А потом мы увидели это в Ухе, точно. Я говорю, вот мы нет плит на четыре, она говорит, а сейчас все мои, говорят, эти богатые заказчики. Заказчики, они все делают вот такие маленькие плиты. Мы думали, действительно, а зачем? Ну, мы не кашеварим здесь настолько активно. С утра яичницу пожарите, тебе одна сковородка, но не четыре точно. Извините, сейчас все эти приспособления, пароварки, мультиварки, гриле, это все не на плите, и вообще в этом нет никакой необходимости. Так, ты как хозяйка, давайте начинай показывать с прихожей. Давайте, давайте. Ну вот, прихожую, да, мы не ставим. Дверь от застройщика. Ничего меняет, да, дверь от застройщика. Здесь у нас трехстворчатый шкаф, да более знакомый, потому что у меня такой заставит только с двумя створками. Ну, это удобно. Здесь все обращается. Да, не-не, вообще супер. Ну, вот немножко мы добавили, это уже наш такой был дизайн. Слушай, на самом деле очень прикольно сделано, да, что... И удлинить стену. Мы хотели вообще здесь поставить такую... Перегородку деревянную изначально. Но потом это вроде дорого, и уже пол здесь как-то жалко было. Ну, слушайте, когда вот висят занавески, это очень уютно, так по-домашнему. Да. И цвет мне очень нравится. Во-первых, мне нравится цвет стен, и нравится цвет занавески стен, потому что, конечно, когда ты у застройщика сидишь и вот на этих образцах пытаешься что-то выбрать, очень сложно понять, да, как это будет выглядеть все вживую. Мы взяли вот такие теплые оттенки, и они заиграли абсолютно на стенах. У вас здесь, кстати, смотри... А, то есть у вас здесь уже не вот эта трубка стандартная? Мы купили, да, еще когда была однокомнатная квартира, мы купили видеодомофон. Сколько эта штука стоит? Вместе с установкой, по-моему, 21 тысяч. Дороговато. Честно сказать, смысла в нем нет. Нет, ну когда звонят, то сразу видишь, я вижу, кто звонит, но работает немножко, сбоит. Не скажу, что это прямо вот окупилось с точки зрения необходимости, потому что, опять же, смотреть особо не на кого, да? Хорошо, кроме того, что когда к тебе приходят, он показывает больше вообще никак. Нет, нет, то есть, ну, по сути, это такая блажь, я бы сказала, да, то есть смысла в ней как-то кого нет. А, ну вот это тоже, я вижу, это я знаю откуда. Да, да, это все оттуда же, да. Все родное. Ну вот санузел, да, который основной, с душем. Слушай, плитка просто суперская, очень классный цвет. Мы ставили стандартную плитку Банавы, которую они везде всегда позиционируют. Вот это тоже они ставили, да, вот это стекло? Стекляшку они, мы просто сделали защитную пленочку, потому что когда входишь, немножко страшно было, что вот ребенок там может удариться об стекло, незаметно она терялась. Так, так, подожди. Мы оплеили просто стекло. А, чтобы он просто, чтобы видно было, что это стекло. Здесь переход, да. Слушай, ну она большая, просторная, сколько здесь, почти на 4 метра. Да, да, стиралка поместилась, все хорошо, да. 4,5 по-моему. 4,5, ну вообще супер. И здесь, кстати, классно, что у Банавы, что вот во всех вот обычном трубы проходят вот здесь, и мы их в короба прячем, чтобы этого роста не было видно. Да, вот это большой плюс, что вот здесь вот только вот один угол. Но самое важное, вот то, о чем мы говорили, да, про трубы, да, вот у Банавы, вот кажется вроде как все из пола, да, а вот труба к унитазу, она как раз идет вот здесь. Вот здесь наш несостоявшийся сосед, слава богу, повесил картинку, картинку, картонку и маленькую собачонку. Вот, то есть это такой вот есть свои особенности. Так, это натяжной потолок сверху, да? Нет, это гипрок. А, это застройщик? Это Банавы, да, то есть вот санузел, он по сути был уже в таком виде. Слушай, круто, матовая краска, смотрится вообще очень классно. И главное, что, заметьте, очень аккуратно все сделано, очень аккуратно. Мы даже не ожидали, что они все сделают. Я люблю придираться ко всему. Ну, я могу придираться, что-то. Ну, неплохо. Честно, у меня в Щеглово строители делали, куча гвоздиков, и все равно все отходило. То есть сейчас такие панели, ну что это сложно, или надо, чтобы это стоило по 100 тысяч, или так далее. Двери очень хорошие для нас, вообще супер качественные. То есть нам все нравится. Хорошая коробка. Гладенькие. Гладенькие, да. Ручки красивые. Ну вот мы прям довольны. И все, что касается вот мелких, да, переходов, плинтусов, вот этих вот порожков, особенно посмотрим потом на балконе, настолько все аккуратненько сделано, это очень нам радует. То есть вот эти мелочи, да. Мелочи, которые, ну вот я такой педантичный человек, мне важно, чтобы вот у меня не было нигде зазоров, чтобы все было аккуратно. То есть вот видно, что делается качественно. То есть ты не жалеешь, что заказали отделку. Что делается с отделкой, да, 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 совершенно не жалею, потому что я понимаю, что у меня даже порой к строителям бывало больше вопросов, чем здесь, но не было никаких вопросов, да. Их и просто не было. Кстати, нам очень понравились крашеные стены. Хотя они пачкаются очень, да. Они очень пачкаются. У Мирона там пришлось наклейку сделать над кроватью, вот. Ну в принципе очень нравится. Ну мы довольны, да. Здесь сразу как-то вот что-то повесишь, играет это вот, да, видно. Вот картинки там. Ну вот получается в коридоре у нас такой немножко бежеватый, да, цвет стен, а вот в комнатах, если след включить, конечно. Конечно, если включить свет, он немножко такой сероватый. Это твое рабочее место? Ну да, это когда я еще работала из дома, да, я понимала, что мне нужно пространство, да, все у меня здесь так разделено, чтобы я не чувствовала, что я в спальне нахожусь, а у меня отдельно кабинет, отдельно спальня. Вид как раз на дом, где магазин находится, парковка внизу, зелененькое, все красивенько. Да. Слушай, классно. Очень-очень уютно. При этом, сколько это комната метров? 14. А, 15. 15. На самом деле, вот, что мне вот здесь нравится, она, знаешь, из-за, вот, она практически квадратная, то есть у нее такая правильная форма, что здесь реально большое количество. Андрюш, смотри, какой шкаф он широкий. Так он здоровенный шкаф. Да, он большой очень. Это не 60, это у них, это больше. Нет, это 65, по-моему. Вот, который самый большой. То есть он очень глубокий, и он встал, и мы его, ну, не чувствуем. И почти до самого потолка. Это как раз из однокомнатной квартиры, да, но просто уже икея была новая, и было жалко. Как мы его перетаскивали, это отдельная история. Да, вот, ну вот-то у Мирона поменьше комната. Мирон, мы к тебе. Мирон, мы к тебе. Да, он тоже не очень. Так, под кровать спрятался, да? Делает уроки ребенок. У него поменьше комната, но тоже все влезает. Уютно. И Мирон, Мирон влазит за дверью. Да, все, что нужно. О, слушай, это застройщик стоял, да, чтобы вот этот ограничитель двери. Нет, это уже мы, конечно, сами. Да, мы сами это сделали, чтобы было удобно. Ну, тут мы всю мебель взяли из Щеглова, то есть мы просто уже тоже экономили, чтобы было практично, да, но опять же все икея, да. Так, здесь второй санузел. Да, да, это второй санузел, конечно. Конечно, мы его сделали таким по веселению. О, вот это, это ты отдельно покупала, да, такие штуки? Это опять икея, да. Это в икея, да? Слушай, вообще круто. Причем они есть вот такого формата. Блин, надо себе тоже купить, это же вообще крутяк, полотенце повесить. А есть, Андрюш, вот такие. Они разные и очень удобные, что у тебя на двери всегда можно повесить все, что хочешь. Слушай, да, а я думаю, что на двери такие штуки? Да, да. А мы привыкли уже к ним, мы вешаем везде. Слушай, вообще классно. Слушай, более здоровенный санузел. Да, тоже большой санузел. И здесь вообще эти шкаф. Да. Ну вот шкаф тоже мы и квартиру. А плитка эта вот от застройщика два цвета? Да, мы выбирали сами. То есть серенькая и вот такая зеленоватая. Мы именно этот вид комбинации плиток мы увидели, опять же, в шоуруме. Вот мы ничего не стали менять. Мы сказали, сделайте нам как в шоуруме. У них такие же там стоят двери и такая же плитка в двух санузлах. Очень классно, нам все понравилось. Единственное, мы поменяли это вот раковину. Раковину мы меняли, да. Но опять же, сейчас у них уже в вариантах полного вот этого вот комплекта, да, отделки, да. Ну меняется все такое. У них уже раковины современные. А мы просто поскольку там еще брали это все пораньше, то у нас еще были... Больше года назад получается. Старенькие, да, раковины. И мы, конечно, их поменяли на киевские. Так, возвращаемся тогда. Давай балкон покажем, да? Да, вот балкон. К сожалению, сегодня солнышка нет, но так или иначе все равно глаз радует. Давай, ты первая хозяйка. Да, ну хочется просто, чтобы был обзор. Вот, то есть в принципе, ну куда больше места? Ну тут классно, шкурка все как и нужна, мебель. Я, кстати, даже на нем умудряюсь... Плитку это застройщик, да, делали? Да, да, вот это все сделано застройщиком. Причем очень грамотно, что они сделали переход из плитки. Потому что мы вот когда делали сами, всегда думали, что туда надо класть ламинат. А сейчас нам сделали плиткой, все так аккуратненько, и нам очень нравится это. Слушай, ну здесь получается 180 градусов обзора у тебя. Да, да. Кстати, вот здесь я нахожусь, я вот с открытым окном слышу, что вот такой... Ну легкий гуд. Я бы сказал, что это приятный шум. Да. То есть у меня вообще вот не... Нет такого, что... Конечно, когда у нас друзья живут прямо на московском проспекте, выходят окна, они даже ручки поснимают, говорю, зачем у себя? Да потому что в этом окне нельзя открывать. Нет, ну и там что-то в теме же еще пыль. Там вот эта пыль, копоть, да. Да, звуки совершенно другие. Здесь какие-то даже звуки другие. Слушай, вообще классно. Нам все нравится. Птички живут все зелененькое, красивенькое, цветочки. Это мы любим все это. Когда само растет. И соответственно... Получается, да, мама у нас сначала вроде как мы так переживали, да, что комнаты отдельной нет, а потом поняли, что это здорово. Она все равно у нас ложится позже всех, встает раньше всех, кухня ей нужна быстрее всех и раньше, да, других членов семьи. И опять же у некоторых нет доступа свободного на кухню. Здесь у нас получается кухня, столовая и... Спальня. Комната бабушкина. И терраса, Иран. Мне так комфортно, что здесь много воздуха, да, все-таки мне уже нужен воздух. Здесь я открываю, да, там я открываю, и мне очень комфортно. И комфортно, вот это у меня никогда не было такого объема, да, и вот ты лежишь одна тут. Еще немаловажно, кстати, что... Холодильник в твоем распоряжении. Да, да, да. Нет, дело не в этом. Нет, да я вшучу, я уж понимаю. Немаловажно, что еще широкий коридор. Да, вот у нас же в старых наших всех домах всегда коридоры очень узкие. Узкие, да. А здесь он такой комфортный и абсолютно... Это как бы тоже продолжение какое-то. То есть здесь вот все вот это вот как-то грамотно. Вот это очень хорошая квартира по... По планировке. По планировке. То есть она получать и небольшая по площади, но при этом можно все очень... Очень сделано для жизни, для удобства. Да, удобно, удобно. А теперь так удобно. Все это так быстро, легко работать. И это все главное сделать за строчек. Вот это большой плюс. То есть мне нужно дополнительно бабла платить за эти совершенно верно. Переходные выключатели. Столько здесь пространство, все какое-то организованное, эстетичное, что приятно находиться, как будто ты в отеле. То есть как будто это не домашняя какая-то... Я вот это всегда обращаю внимание, вот эти, например, вот где коммуникации ящики. Блин, они здесь всех цвет покрашены. Очень здорово. Так у них цвет стен даже разный. Разный цвет стен, да. Такие двери, вот эти светлые, эти темные. Они так влепили самые душманские двери и все. При входе сразу понимаешь, где какая квартира. Выглядит все красиво. Глазки на месте. Они, как я тут снимал обзор, там нифига нет. Нумерация квартир. Здесь оно все есть. Вот на такой этаж какой-то. То есть очень все здорово. Вот она наша любимая прогулочная зона. Куда пойдем? Наш двор. Ну пойдем туда, по нашему маршруту, как мы всегда ходим. Просто даже погулять, да. И настолько все это сделано грамотно и красиво. Вот эти вот горки, насыпи. Все как-то так вот прямо глаз радует. Для людей? Для людей, да. Ну и все-таки нам, мы же все-таки глазами, да, живем. Нам очень важно эстетическое восприятие. Зеленый цвет, все время зеленый цвет глазам. Это то же самое важное. Вот это то, что такие еще у всех территории, да. То есть люди могут каким-то образом еще реализовать свои какие-то желания, да, на приусадебном участке. Ну да, ты хотел дачу, у тебя здесь, конечно, не шесть соток, чуть-чуть поменьше. Ну и что, зато своя здесь земля. И некоторые очень красиво делают все это и ухаживают за зеленью. И вот эти красивые всякие, как это называется? Плющ, виноград. Плющ, да. Плющ, виноград. Кажется, сейчас я понимаю, что здесь абсолютно безопасно. И никаких страхов быть не может. Но опять же, времени ухаживать за всем этим просто не хватает. Классный какой-то. Зеленый зверь, зеленый зверь. Хороший такой. Нет, здорово. Они вот когда это все делают, это как-то с душой опять же. Нет, да, вот знаешь, я вот всегда смотрю на эти моменты. Вот смотри. Вот я не знаю, как вот эта штука называется. Вот то, что отделили, где люди ходят, набивную вот это покрытие от зеленой зоны. Здесь вот этот белый камушек посыпан. Блин, ну могли же просто этого не делать, вообще просто забить. Ну да, да, и ничего бы не изменилось. А так, получается, трава сюда не растет. Камушки почти сюда не попадают. Блин, ну вот такие мелочи, они очень приятны. Потом вот эта зона, да, вот как раз вот. Там же розетки есть как раз под электро-барбекю. Здесь и здесь. Здесь мы много раз видели. Соседи собираются группами такими. И здесь делают. Можно всегда взять барбекю в аренду. 5000 рублей залог, да, залог. То есть ты ничего не тратишь. Мясо твое, все, гуляй, отдыхай. Нет, вообще точно сказочно. Иногда просто, поскольку ритм жизни, да, не позволяет наслаждаться каждой минутой. Вот совсем недавно нам доделали здесь велодорожку прекрасную, которая идет до самого Грюна-Лунт-Арена. И, конечно, вот эта отдельная зона для собачников, да. Просто что такое? Взяли вот по краям, посыпали камушком. Блин, а смотрится так красиво. Мелочь, а приятно, да. Из вот таких мелочей вот сдается вот это ощущение. Это гармония, это гармония. Тоже они вот сделали, когда дома эти достроили, сделали второй вход. Раньше его не было, был один вход на площадку. А, на площадку. Площадка длинная, они сделали второй вход для новых. Ох, побежала-то как. Ну и вот, конечно, скорость строительства. И вот скорость одновременного строительства и оформления ландшафта, она, конечно, просто поражает. Потому что мы вот всё лето лицезрели, благо у меня была возможность. Мы ходили здесь, загорали, отдыхали по утрам и видели воочию, как происходит строительство. И когда они одновременно красят дом и тут же обустраивают ещё пространство вокруг дома, это, конечно, прям здорово. И когда ты проходишь дом, уже заканчивается его облицовка, а уже травка растёт рядом. То есть не какие-то там валяются валуны и что-то, грязь какая-то, а всё красиво уже. И, ну, это здорово. Вон они там как здорово всё сделали. Жильцам, которые купили там квартиры, им прям приятно будет въехать. Они въезжают уже полностью. Когда вот это всё видишь, то есть я понимаю, за что я реально переплачиваю. Да, да. Я покупаю дороже жильё, но я понимаю, за что. За что, да. Эти дома мы уже воочию видели всё их строительство от начала, от фундамента. Фундамента, да. Да, и каждый день приходит что-то новенькое. Уже и этот первый этаж готов. Да, он, видишь, уже на второй стоят блоки. Мы изначально купили кладовку с однокомнатной квартирой. И оставили её себе. Мы её оставили, да. Потому что в том доме уже... Кладовка это удобно? Очень удобно. Очень удобно. Это практично. Она ёмкая, она у нас забита по потолок. Подожди, то есть даже то, что у вас большая двухкомнатная квартира, всё равно кладовку ты бы рекомендовала приобретать? Во-первых, я бы рекомендовала её приобретать. Она стоит своих денег. Можно брать совершенно разные метражи. Есть варианты и поменьше, и побольше. А побольше кладовки поменьше? Да, у нас шестиметровая кладовка. Нам этого вполне хватает. Она такого квадратного тоже вида. Очень удобно. Понимаете, к сожалению, мы обрастаем очень большим количеством вещей, которые, например, по сезонам нам не нужно в квартире. Захламлять квартиру очень не хочется. Вот, кстати, вот то, что да, ты говорила, что ещё не издано, а уже всё. Рябинки вот эти. Огромные, огромные деревья. Которые уже ягодки на них, да, плодоносят. Они стояли здесь уже год, по-моему. О, да. Да, то есть ещё дом был не построен в принципе, а рябинки уже стояли. Чтобы прижились как следует. Чтобы прижились. Они, посмотрите, все уже с красными ягодками. Зима явно. Площадка вот уже год будет. Кстати, можно нарвать и сделать рябиновку. Да. Площадку строили на наших глазах. Детскую. Да. И просто так ловко, здорово, красиво. И абсолютно, опять же, она другая. То есть деткам будет интересно сходить с этой площадки на ту площадку, потому что они все разные. Ну, а эта зона, это вообще сказочная зона, в которую мы ощутили всю её сказочность летом. Это вот про это, да? Мы прям реально здесь загорали и не стеснялись загорать. Прям вот здесь лежали и загорали. Да, 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 прекрасно. Солнце светит как раз оттуда утром. Мы с 8 до 9, до 10 часов. Слушай, получается, застройщик. Понимаешь, что солнце встает оттуда. Да, он понимает. Это очень важно. Он понимает. И он специально поставил, чтобы... Ты ложишься утром в 8 утра, у тебя солнце как на пляже, прям чётко тебе светит. А вечером ты стоишь уже чёрный, отлипает. Нет, здорово, здорово. Вообще абсолютно... Поиграть можно в шахматы, гамак. Вот там скамеечка. Вот эта щепка, да. То есть всё как-то настолько уютно. Слушай, чувствуешь запах какой? Нет коронавируса? Нет. Вот ёлками реально запахло вот такой обычным лесом. Вот это да, классно, что вот они вот эту щепку... Я не знаю, где они эту кору берут. Смотрится очень стильно, очень красиво. Сильно сразу ухоженность. Березки, освещение, урны. Потом вот эти, посмотрите, которые на земле прямо... Шары, да. Шары, да. Вечером красиво светит. Один побольше, другой поменьше. Вот эти камни здоровенные валуны, кстати, с территории как раз. Да, они же выкапывают из-под каждого дома. У них всегда рядом с новым домом лежат эти валуны, они потом их распределяют по территории. Кстати, по поводу отделки. Здесь же большой плюс, что можно приобрести квартиру в черновой отделке, с белой отделкой и уже с полностью чистовой отделкой. И при этом от этого сдача твоей квартиры... То есть дом сдали, и все, и ты принимаешь ее с отделкой или без отделки. Да, если новый дом... Не нужно ждать еще полгода, как это обычно. Если новый дом, то да, совершенно верно. Если вы берете уже в построенном доме квартиры, ну там месяц-два можно подождать. Кстати, у них еще такая есть фишка, у Банавы, что можно заказать отделку только санузлов. Да, у них разные есть комплекты, пакеты вот этих вот отделок, можно выбирать. Есть какой-то еще даже вариант полной люкс-отделки, когда там чуть ли не мебель все тебе устанавливают. Круто. Топ-3 застройщика в Питере. Ну, раньше я считала, что, конечно... А сейчас? Ну, сейчас понятно, Банава. Банава номер один. Потом не на втором, не на третьем, а где-нибудь на восьмом-девятом я поставила в ЛСР. И Юит, может быть. Галина, привет еще раз. Для зрителей прошла секунда, для нас целые сутки. Мы сейчас где находимся? Мы, наконец-то, в Лотене. Отлично. Рассказываем, что это такое? Это детская иконная академия. Она создана пять лет назад. Построена она венграми, в венгерском стиле. Здесь огромное фермерское хозяйство. Здесь живут лошади, в первую очередь. Вообще, это счастливый мир детей и лошадей. Здесь учатся наши детки в школе. И, соответственно, здесь же, на манеже, они проводят свой досуг. Помимо всего прочего, они живут в нашей гостинице на пансионе. То есть полной пансионе. Да, есть вариант проживания, есть вариант обучения полного дня. Большая ферма дает возможность общаться с животными. Вечером они доят коз. Выводят лошадей на поле. Сами дети доят коз. Конечно, все это обучаем их этому. И для них это все очень интересно. Ухаживают за малышами, рождаются новые кролики, гуси, куры, утки. Даже свинка у нас здесь живет. У тебя даже когда-то есть где-то запись об этом. Животных очень много. Мы прививаем детям любовь к животным. Стараемся наполнить их день радостью, счастьем. Не только учебой, что тоже немаловажно, безусловно. Но это все-таки одна из составляющих их дня. Какую-то бумажку они в конце получают? Конечно, они проходят аттестацию ежегодно в конце года. Но по факту мы организуем здесь их досуг таким образом, чтобы у них создавалось полное ощущение школы. Только школы такое в формате все-таки сельской школы. У нас на территории есть кузница, у нас есть ткацкий станок 1800 какого-то года. Не могу вспомнить, какого. Они ткут, они куют в кузнице, они лазают на веревочном парке, они ловят рыбу в пруду. Вот хорошо, 9 класс, сдал аттестат. Какую-то бумажку вы даете, с которой я могу куда-то пойти? Это не наша бумажка, мы в момент аттестации прикрепляемся к определенной школе. Родители могут самостоятельно выбрать, в какой школе по формату семейного обучения они могут прикрепиться для сдачи аттестации. Наши ученики в прошлом, позапрошлом году уже по привычке мы все ходили в пятую школу города Севышска, сдавали там аттестацию, выдается документ такой же официальный, как и в школе, что ребенок прошел... Я правильно понимаю, что дети учатся здесь и каждый год аттестацию сдают в школе, которую выбрали родители, обычно это пятая школа, и получают такие же документы, как в госшколе? Родители могут поехать в Санкт-Петербург, сдать в любой школе, которая принимает семейников, сдать также аттестацию. Некоторые родители так делают, им так удобнее. И ребенок переводится в следующий класс. Родители могут получить на следующие полгода небольшую скидку приятную. Небольшую. Небольшую, но приятную, да. С безопасностью что? Как за детьми смотрят? И педагоги следят за ними, конечно, да. То есть постоянно следят. И на пансионе с ними проживает педагог-организатор, и во второй половине дня с ними также находятся несколько педагогов. А русско-классическая школа это какая-то еще в советское время или царское время? Это, по сути, воссозданная исконно русская классическая школа, в названии все заложено. Они помогают и с техническими какими-то моментами, да. В первые же дни у нас мальчишки там на пансионе носили сено, выводили на поле лошадей. Это же целый процесс. Это требует достаточно временного. Слышу, слышу, а вот они идут. Дети идут потихоньку на завтрак. Ну, сейчас мы заглянем, одним глазком заглянем в четвертый класс и к нашим первоклассникам. Сначала пойдем в четвертый класс. Доброе утро, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это наш четвертый класс. Наши уже совсем взрослые детки. Замечательные и красивые. Мы не будем их отвлекать. Какой сейчас у нас урок? Русский. Русский язык. Замечательно. Мучитесь. Все, постигайте знания. Спасибо. Зайдем под окрошком. Доброе утро, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Ой, какие все нарядные, красивые, позавтракали. Теперь учеба. Какой у вас урок? Сейчас мы с вами заглянем тоже. Одним глазком. Одним глазком. Уже другим. Одним мы уже заглянули в классы. Второй глазком. Гостиница – это вот. Да, да, да. Вот это здание гостиницы. Здесь у нас детский садик еще на первом этаже работает. Так что мы готовим деток, начиная с пяти лет. Садик работает с двух половиной лет, а подготовка к школе начинается у нас с пяти лет. Есть группы пятилетних деток, есть группы шестилетних деток. Посмотрим номер мальчиков. Они еще и разделяются. Конечно, мальчики живут отдельно, девочки отдельно, педагог, организатор живет отдельно. То есть не у каждого один, а сколько их там деток живет? Вот, пожалуйста, можно посмотреть. Здесь сегодня будет ночевать пять мальчиков. Класс. Вот у них бесило его. Да. Здесь очень тепло. Сними, пожалуйста, нельзя, нельзя, Андрей. Нельзя проходить, а то у нас все-таки дети сами будут проходить. Вот, здесь комната мальчиков. Потому что очень тепло, даже чересчур тепло. Да, но сейчас отопление включено, и надо просто проверить. Это тренажер. Слушай, кстати, классно, когда свое отопление, что не нужно мерзнуть. Да, у нас отопление в полу и в школе, и здесь. А наверху что? Можно посмотреть игровую их комнату. Офигеть. Слушай, ты знаешь, я бы сам не отказался здесь пожить. Слушай, вот это круто. И здесь еще... У них уже происходит борьба, кто будет жить в этом номере. Я тут прям на маток бы и спал бы. Немножко уже девочки у нас навели беспорядок тут чуть-чуть. Еще страшного. Да, не все убрано так, как хотелось бы. Но мы стремимся к этому. Кто-то получит отопа. Это комната девочек. Да, просто одна девочка у нас живет постоянно, поэтому немножко ее кроватка не убрана. Ну вот примерно так наши дети живут в нашей школе. Ну слушай, классно живут, я тебе скажу. Я сама бы в такой школе с удовольствием поучилась и пожила. Но хотя бы для своего ребенка я могу это организовать. Это очень радостно. И, конечно, когда мы сюда впервые попали, возвращаясь к нашему разговору в квартире, увидев все это, осознав весь масштаб возможностей рутынии, и условий, и атмосферы, и души, которая вложена в это место, и каждый день отдачи, которая идет, конечно, мы поняли, что нам совершенно не страшно и хочется поменять свою жизнь. Мы ее поменяли уже три года как, и я не жалею ни одной фиброй своей души. Я только счастлива, что мне был дан шанс оказаться здесь в нужное время и в нужном месте. Поэтому, друзья, не бойтесь изменений, не бойтесь каких-то важных в жизни решений, потому что все-таки нас ведут машин, высшие силы, да, и все не просто так. Ну, я на себе могу это с точностью отметить, что все, что происходит, все к лучшему. Приезжайте в рутынию, рутыния всегда рада новым гостям, новым ученикам. Просто приезжайте в выходные отдохнуть, погуляйте. Причем, кстати, здесь же можно бесплатно приехать. Совершенно. Никому ничего не платишь и погулять по вот этой экотропии. Просто погулять хорошо, да, отдохнуть. Можно там за 100 рублей купить корм, покормить животных, можно его не покупать, это не обязательно. Можно не покупать. Просто погулять, посмотреть на зверушек. Главное, не кормить животных привезенными овощами, потому что у нас потом у животных происходит некое расстройство желудка. Все-таки корм он сбалансирован, а 100 рублей я не думаю, что это проблема. Я тоже не думаю. Поэтому приезжайте, гуляйте, отдыхайте. Мы всегда рады видеть вас на наших праздниках, на наших открытых уроках, на днях открытых дверей в школе. И, конечно, по всем вопросам обращайтесь, буду рада. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на этот ролик. Ну, а я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok